Шурик, вы комсомолец? Да. Это же не наш метод. Мама. 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 Новые плоды либерализации. Александр Лукашенко своим указом отменил декрет, которым три года назад ввел крепостное право на деревообрабатывающих предприятиях. Такому прогрессу в центре Европы не только Женева с Папой Римским порадуются, но и рабыни Изаура обзавидуются. А вот основной наш партнер по Евразийскому союзу не либеральничает. И это вынуждает батьку резать правду матку. Равные экономические условия для государств-участников ЕС и безбарьерная среда до сих пор не созданы. Более того, после подписания договора наш внутренний торговый оборот только падает. Россия демонстрирует все более низкую покупательную способность к белорусским товарам. Оно и понятно, с деньгами сейчас туго, но жадничать-то зачем? Тут, кстати, пришелся визит вице-президента Всемирного банка Серила Мюллера. Опыт сотрудничества с вами открытый, принципиальный. Он является для нас определенной школой. Всемирный банк уже с десяток лет пытается усадить белорусских чиновников за парту, на пальцах объясняет, экономику надо реформировать. Но ничто так не способствует послушанию, как безденежье. Я хотел бы, чтобы вы мне сказали, где наши недостатки. И мы обязательно исправим ситуацию. Главный недостаток, конечно, в казне. Это Лукашенко и без Мюллера знает. Но знание не освобождает от необходимости просить кредиты. Не падайте в оборок, но, по-моему, мы все под колпаком у Мюллера. В ситуации, когда на всех не хватает, особую важность приобретает скорость. Поэтому неудивительно, что в Минске с успехом прошел хот-дог-фестиваль «Битва колбасок». Победили папа с дочкой, которые за пять минут съели семь сосисок в булке. Если доходы белорусов и дальше будут снижаться со скоростью поедания хот-догов и обратно пропорционально отчетам Беллстата, Ты рассказывал мне сказки, только я не верю тебе. То битвы за колбаски станут главным нашим развлечением. Ай, я тебе говорю! Отдай колбасу! Отдай колбасу, дурак! Я все прощу! Вместо привычного Министерства торговли решено создать Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Мы должны разместить людей, дать им рабочее место и обеспечить соответствующие условия. Если кто-то был обеспокоен ростом безработицы, пусть знает, чиновникам это не грозит. И да, антимонопольное министерство свою монополию на регулирование цен никому не отдаст. К приезду Владимира Путина в Минске на улице почему-то Могилевской начали рисовать граффити о большой бескорыстной дружбе. Мальчик в белорусской вышиванке дарит цветы русской девочке. Ты что, собираешься опять повесить в доме эту мазню? Чем она тебе мешает? Она меня бесит! Чего только не намалюешь, чтобы ублажить самого вежливого человечка. Мы и в сорте их замочим. Но если всмотреться и вдуматься, то мы имеем дело с величайшим троллингом. Ведь на этом граффити Россия в ответ на преподносимый ей букет лишь пускает пузыри. Кто был изображен на всем рисунке? И что означали эти люди в судьбе великого магистра? Историкам так и не удалось установить. И о погоде. Гидромедцентр прогнозировал, что это лето будет теплее обычного. Но, похоже, его прогнозы сбываются с точностью до наоборот. На этой неделе прохладно. 11-17 градусов. А на уикенд в качестве главного развлечения – зонтики. Тут, кстати, придутся сезонные скидки в минских универмагах, которые стартуют 7 июня. Во вторник-среду в Минске состоится форум регионов Белоруссии и России. Пока еще это регионы двух разных стран. В среду Лукашенко примет дорогого друга Путина во дворце все еще нашей независимости. Мы с ним друзья давние и понимаем друг друга. Если где-то и не понимаем, нам приходится понимать. А как только закончатся дни Москвы, вечером в Четверхау концертной зале «Атланту» Менску отбудется музычный этнофестиваль «Белорусский стыль». Тем временем президентский оркестр пустит по дворцу республики дым над водой. А с 11 июня у Минской ратуши меломанов начнут раскачивать на своих волнах джазовые субботы. Субтитры подогнал «Симон»